В Омск приехали еще пять беженцев с Украины. Помог им депутат Госдумы от КПРФ Олег Денисенко. Люди до того почти месяц провели в Ставропольском крае с ощущением, что о них просто забыли. Как беженцев встретили и разместили в Омске, знает наша съемочная группа. Пять женщин, родственники мужчины, которых сражаются в ополчении, просили не называть их имен и скрыть лица. В мае они уехали в Крым и уже потом их перевезли в Ставропольский край, в город Изобильное. Для дальнейшего переселения выбрали Омск. Почему так долго беженцев держали в Изобильном, несмотря на их желание отправиться в наш город, непонятно. Очень были глупые отговорки, мол, мы в Омск дали запрос, нам вечером придет бумага с ответом, готовы ли они вас принять. На следующий день нам отвечают, что вы неправильно поняли. Устав ждать, беженцы разместили открытое письмо с просьбой о помощи в Омском сообществе и популярной социальной сети. Подключился блогер и журналист Евгений Долганев, а за ним и депутат Олег Денисенко. После чего мы созвонились и рассказала им ситуацию. Потом позвонил мне Олег Иванович Денисенко. Сказал, что поможет нам. И он действительно помог, это очень в скорые сроки. В полтора месяца мы не могли получить временное убежище. Буквально в пару дней рабочих он решил эту проблему дистанционно. В ФМС люди написали просьбу выдать им билеты до Омска. Деньги на эти билеты в результате выделило правительство Ставропольского края. Беженцы получили временное убежище, потом их переселили на квартиры. Дали пару килограмм макаронов, риса и все. Обещали платить хозяйке квартире 100 рублей в день за человека. И 250 на человека, да. Но денег мы не увидели. Возможно, сказали, будут давать в течение 10 дней. В Омске беженцев приняло и разместило в одном из общежитий областное управление ФМС. Люди будут получать гражданство России по программе переселения соотечественников. У меня много профессий, специальностей, скажем, ни одна. Я думаю, это не составит сложности найти для меня работу. Будем надеяться, что все прибывшие успешно устроятся на новом месте. На 19 августа в областное правительство обратились за помощью 558 украинских беженцев и переселенцев. Кирилл Янчинский, Сергей Чернов, Обком ТВ.